Свежее молоко каждое утро. В области начал работать проект «Корова на балконе». Завести животное виртуально предлагают всем желающим. При этом молочные продукты будут самыми настоящими. Как работает схема, знает Дарья Шведова. Звездочка. Ну что, звездочка. Буренка-звездочка облизывает хозяина. В скором времени у нее появится теленок. По соседству еще две хвостатые красавицы. Подросток Чернышка и малышка Милана. А еще поросята, перепелки, курицы и котята. За всеми животными следит Рамиль Абушахмин. Небольшую ферму он открыл пять лет назад. Теперь пожинает плоды. В день получает свыше 30 литров молока и почти два десятка яиц. В шесть часов встал и поехал. И до 10, до 11. Это вот в зимнее время. Летом вообще сенокосы, заготовка кормов. Милана и Чернышка достались Рамилю в рамках проекта «Корова на балконе». Он сейчас набирает популярность в России. Суть проста. Жители мегаполиса предлагают купить буренку и отдать ее в аренду фермеру на 5-7 лет. Взамен ежедневно получать свежее молоко, сметану, творог. Вот это молоко. Мы его скипятили, чтобы оно было кипяченое, не закисало. А часть молока мы вот заквашиваем. Вот сметаной заквашиваем. Получается просто кваша. Вот сметану такую поставляют нам. А вот из творога, вот сейчас же крещение, вот жена делает вот такие сырнички. Житель Челябинска Михаил Клещев показывает продукты, которые ему привозят с фермы. Мужчина один из первых участников проекта. Рассказывает, услышал о нем по телевизору, после созвонился с автором. Спустя время инвестировал в буренку 70 тысяч рублей. Теперь получает дивиденды. Натур продукт. Самое главное, что это натуральный продукт. Это первое. Второе, что оно от одной коровы. И третье, что все эти продукты привезут мне домой. В любую погоду, в любое время года. Мне не надо никуда ходить. Автор проекта Александр Гладилов. Он фермер с 2012 года. У мужчины небольшой бизнес под Магнитогорском. Заявляет, давно мечтал избавиться от посредников. Связать производителя напрямую с покупателем. Так появилась корова на балконе. Аграрий добавляет вложения, хоть и большие, но начнут окупаться на второй год. Еще один плюс. Городские жители могут следить, как растет буренка и чем ее коррят. Горожанин, когда приобретает корову, он ее называет искоркой или звездочкой. Мы предоставляем возможность поприсутствовать во время ухаживания, во время дойки за коровой. В договоре у нас так прямо прописано, возможность 365 дней в году городской житель, собственник своей коровы, может наблюдать за ней. По подсчетам экономистов, за пять лет потребитель получает продуктов на 140 тысяч рублей. В проекте уже участвуют свыше 20 фермерских хозяйств. Как небольшие, так и крупные. В ближайшее время к ним могут присоединиться еще и овощеводы. У организаторов в планах запустить еще один проект – огород на балконе. Большие планы и у фермера Рамиля. Он строит цех площадью почти 500 квадратов, чтобы расширить рынок сбыта. Дарья Шведова, Борис Абрамов, ОТВ.